Всем привет! Это очередное видео про мой дом, который я строю для себя, для своей жены и детей. Здесь мы собираемся жить, поэтому я хочу сделать все зашибись, чтобы все было идеально, комар носа не подточит. И сегодняшняя серия про то, как посадить дом на участке, очень важна, потому что смотришь, как дома посажены на участке, но это кошмар, окна в забор, свет не попадает, ветром продувает, ну, короче, как-то на отвали все это делают. А сегодня я поделюсь с вами своими мыслями по поводу того, как нужно сажать дом на участок. Точнее, не так, не как сажать дом на участок, а как я это сделал, и, возможно, вам это будет полезно. Поэтому оставайтесь на канале, смотрите это видео до конца, я расскажу вам пару лайфхаков, и вам будет это полезно, интересно, и вы еще и друзьям своим отправите. Мой участок начинается от этого угла, длится вдоль этой дороги, там лес вдоль всего участка, и заканчивается он вот там, сейчас я прямо дойду до конца угла своего участка. Вы наверняка зададите вопрос, Иван, нафига ты поставил дом прямо посередине участка? Куча земли справа и куча земли слева, а дом режет пополам весь участок. А я вам скажу, друзья, это сделано специально. Продолжайте смотреть, и вы узнаете почему. Итак, мне повезло, мой участок вытянут вдоль леса, вы его сейчас видите на заднем плане. А с другой стороны участка идет дорога, то есть участок вытянут вдоль дороги и леса. Обычно застройщики нарезают другим способом, узкой стороной к дороге и узкой стороной к лесу, например, если он стоит у леса, и это дико неудобно, потому что вся смотровая история у вас очень сильно обужается. Поэтому первый вывод такой, нужно смотреть, каким образом нарезан участок узкой стороной, длинной он выходит к дороге, к лесу. Второе, как идет солнце. Третье, как дуют ветра, если они здесь вообще дуют. Еще до этого надо продумать весь участок. И вот после того, как я продумал участок, что на нем будет, только после этого я посадил дом. И сейчас я вам расскажу, почему я сделал именно так. А вы пока напишите в комментариях, как вы садили свой дом на своем участке. Итак, первый лайфхак. Вы должны подумать о своем сценарии жизни на этом доме и участке. Что вы будете здесь делать? Вот мой пример. Я женат, у меня ребенок, двое старших разъехались, но будут приезжать в гости. Так вот, приезжаю я вечером домой на машине, и я должен куда-то припарковать машину. Куда? Это должно быть либо место, либо гараж, либо навес. Так вот, мой будущий гараж или навес, я пока еще не решил, будет находиться прямо вот здесь, под две машины. А это большое сооружение, целых 6-7, а может даже и 8 метров, если я хочу двери распахивать широко. Представляете, 8 метров воткнуть, это вот прямо будет очень много. И вот эту всю часть участка я отдаю под такие бытовые постройки, что ли, так можно сказать. То есть, это будет гараж, это будет уличная кладовка, склад и прочее. Ну, под всякую технику, лопаты, уборочный какой-то инвентарь, я не знаю, какой-то снегоочистительные машины. Может, остатки досок, не знаю, какие-то ведра. Но, в общем, весь вот этот хлам, который обязательно появится у вас дома. Если это не продумать в сценарии жизни, то все, у вас хлам, беспорядок, все валяться будет. Мне этого не надо. Поэтому я предусмотрел, что с этой части моего участка будут хозпостройки. Навес для машин или гараж. Далее, возможно, баня, гостевой домик какой-то, возможно, пока не решил. Все это на задней части. Далее идет дом. То есть, из навеса, из гаража я прямо прохожу в дом. Вот там вот вход прямо в дом. А вот с той стороны участка, вон там, где оставлена площадка чуть-чуть побольше, там будет вся красота. Туда выходят большие панорамные окна, из которых я буду наблюдать сад. Сейчас я про это тоже вам расскажу. Поэтому не отключайтесь, продолжайте смотреть. Вы узнаете очень важные моменты про посадку дома на участке. Красота-то какая! Лепота! Второй лайфхак. Видовые точки. Это очень важно продумать на этапе проектирования дома и посадки его на участок. Что я буду видеть из этих огромных панорамных окон? Это очень важно, потому что я хочу сидеть на диване и созерцать красоту. С другой стороны, я хочу сидеть на участке и смотреть на дом. И он тоже для меня должен быть красивым. И вот из моего сценария жизни приезжаем мы домой, распаковываемся, раздеваемся, идем отдыхать. Проходим в зал, кухню. И я уже из этих панорамных окон вижу лес. Вот этот прекрасный, вот эти сосны, вот это небо. И у меня ощущение, что я нахожусь в доме. Вот я прямо оттуда, с той стороны, из гаража захожу в дом. И из прихожей сразу попадаю в огромное помещение с панорамными окнами, которые выходят вот сюда в сад. И здесь виден сад и сосны. Все, больше ничего не видно. И создается ощущение, что я один в этом поселке, понимаете, в лесу. Ну, понятно, что это только ощущения, меня окружают дома, другие такие же счастливчики, которые здесь приобрели недвижимость. Но у меня-то у леса, я хочу наблюдать лес. И вот это вот второй лайфхак. Поэтому поставьте лайк, если вам такая идея нравится. И смотрите дальше, я расскажу вам про следующие классные фишки в посадке дома на участок. Третий лайфхак. Не выбрасывайте землю из-под фундамента. Наверняка у вас возник такой вопрос, когда вы смотрели первые кадры этого видео. Нафига, Иван, тебе эта куча земли огромная? И откуда она вообще здесь взялась? Взялась она из-под фундамента. Кстати, про это я тоже буду снимать отдельное видео. Как делался фундамент, стены, кровля. Чтобы вы видели, знали, насколько продуманно, качественно был построен этот дом и из каких материалов. Но мы говорим про посадку дома на участок и про очередной лайфхак. Не выбрасывайте землю. Формируйте из нее будущий ландшафт. Здесь будут холмы огромные. С этой стороны у забора и со стороны дороги. Что мне позволит это сделать? Со стороны дороги меня будет не видно, потому что земля будет навалена с какими-то там красивыми деревьями и кустами. А вторая куча будет у забора. И с помощью этой кучи я скрою забор. Ну смотрите, какой он не очень-то и симпатичный. Хотя, в принципе, вполне нормальный. Доски отлично вписываются в данный контекст. Согласны или нет, напишите в комментариях, как вам такой забор. Поменяли бы или такой оставили? Вот очень важно ваше мнение знать. Получается, что мне надо подняться на этот холм. Я сделаю туда лесенки. А еще я хочу сделать там такое патио, с которого я могу видеть поверх забора все, что там в лесу происходит. Ну и вообще наслаждаться лесом. А также с этого патио я буду видеть дом. Вот как сейчас я вижу его с высоты. И это совсем другой ракурс. Это очень прикольно. Вот вам еще один лайфхак. Используйте географию местности и формируйте ее сами. Четвертый лайфхак. Это коммуникации. Дом нужно садить таким образом, чтобы вам без проблем можно было подключиться к коммуникациям. Это газ, который выходит рядом с домом. Мне останется прокопать небольшую траншею и ввести газ в дом. Это столб с электричеством, который уберут и подземным путем заведут электричество. Электричество можно протянуть куда угодно. Но есть еще канализация. В моем поселке есть. Это люк. И я должен дом посадить таким образом, чтобы без проблем эти коммуникации все воткнулись в эти общие городские. Обращайте на это внимание. Это очень важно. Пятый лайфхак. Стороны света. Очень важно, как ваш будущий дом будет освещен солнечным светом. Я свой дом поставил главным фасадом на юг. Солнце светит прямо оттуда. И самые огромные окна у меня выходят на юг. Вы меня спросите, ты что сумасшедший? На юг огромные панорамные окна. У тебя же теплица будет, скажете вы. Кстати, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу и есть ли у вас такой опыт. Так вот, я сделал это намеренно. Почему? На Урале солнца бывает не так много, как в южных регионах страны. На самом деле у нас очень мало солнечных дней. И мне лично очень не хватает солнца. Я прямо хочу, чтобы его было много. А чтобы помещение не перегревалось, есть специальные пленки, которые наносятся на стекло и не позволяют ультрафиолету проникнуть внутрь. Кстати, я уже тестировал такие стекла в своем доме, в котором я проживаю сейчас, как дачном. И это работает, я хочу вам сказать. Но плюс к этому, дополнительно мы с ландшафтным дизайнером посадим деревья или одно, пока еще не решили, которое летом будет давать тень прямо на окно. И, соответственно, солнце не будет так сильно проникать внутрь помещения. Но я не могу без солнца. Мне это очень важно. И это был один из основных моментов. То есть вид из окна, что я вижу и как помещение освещено. Я просто не могу без этого. Без солнца не могу. Вот оно сейчас пропало и уже как-то настроение уже не то. Согласны, нет? Напишите в комментариях, да или нет. Последний момент, который лично для меня очень важен. А вы потом мне напишите, важно ли это для вас. А если нет, то что для вас важно. Речь идет о перетекании пространства. Вы знаете, я не хочу грядок, каких-то вот этих вот сельскохозяйственных угодий. Я хочу малоуходный сад, чтобы он был красив и не надо было за ним бегать. И я хочу, чтобы мой дом продолжался сюда в сад. Для этого мне нужно было оставить пространство перед домом, чтобы это была огромная терраса. Я планирую делать огромную террасу, которая будет перетекать во вторую террасу. И эта третья терраса будет перетекать в третью, про которую я уже рассказывал. Она будет на холме. То есть я могу перемещаться. То есть по сути это как отдельно взятые комнаты, только на природе. И это нужно было заранее спланировать. То есть предусмотреть, чтобы для них осталось место. Место для деревьев и кустов. Но вот это такое мое личное пожелание и моей жены, чтобы мы могли приехать с работы, выйти на эту террасу. И вот мы как будто все еще в квартире или в доме. И нам не надо куда-то бежать, что-то косить, обрезать и так далее. Но чтобы вот это единение с природой случилось. Перетекание пространства из помещения на террасу, на улицу и обратно. Чтобы все это смотрелось единым целым. И вот это тоже заранее все планировалось. Но пока здесь огромная куча земли, которая еще только ждет своего трактора, который будет ее разгребать и формировать вот этот вот рельеф на ландшафте. Поэтому будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, напишите ждете или нет следующих выпусков, что особенно было бы вам интересно. Ну а я буду продолжать вам рассказывать про свой дом. И ждите следующую серию. Там тоже будет что-то обязательно интересное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!